Одно из значимых достижений, которое, по мнению руководства регионального фонда ОМС, считает показателем своей работы, это увеличение финансового норматива обслуживания на человека. Если в 98-м году эта сумма была всего чуть более 300 рублей, то теперь она выросла до почти 6,5 тысяч. А то, что спектр медицинских услуг стал шире и доступнее, отмечают и нижегородцы. В электронной системе нормально стало, удовлетворительность никакого. Что вы имеете в виду? Ну, то, что записи стали вот эти вот, ну, врачам через интернет, это удобно. У нас доктор, что касается детей, например, да, мне это приоритетно. То у нас хороший доктор, у меня к ней никаких претензий, адекватный, умный, поэтому все нормально у нас. Сотрудники территориального фонда ОМС сегодня принимают поздравления. Кстати, отметить успехи их работы приехали и федеральные коллеги. Сейчас идет реформа и в системе здравоохранения, и в системе обязательного медицинского страхования. Поэтому реализация закона, она предполагает несколько этапов. Этапы сложные, особенно 2013 год, когда мы переходим к одноканальному финансированию, когда у нас в систему входит скорая медицинская помощь. И я хочу сказать, что здесь работа фонда, директор фонда были нашими союзниками, потому что Нижегородская область к этим проектам подошла гораздо раньше, поэтому была серьезная проработка. И мы опирались в работе с другими территориальными фондами именно на опыт Нижегородской области. В нашем регионе принцип одноканального финансирования медицинских учреждений, то есть через систему ОМС, заработал еще в 2011 году. В целом же внедрение системы обязательного медицинского страхования, как уверяют в правительстве области, позволило улучшить стандарты медицинского обслуживания в регионе. Программа, которая сегодня обеспечена очень хорошо. Мы уже вплотную приблизились к общероссийскому нормативу, который растет каждый год, и его все больше и больше утверждают, хотя мы за ним гонимся все время. Но гонка эта хорошая, и мы будем продолжать обеспечивать хорошую работу стационаров, чтобы там не только лежали на койках и глотали таблетки, но чтобы это было интенсивное, нормальное, высокотехнологичное лечение. Только за последний год, благодаря открытию сосудистых и травмцентров, в области удалось снизить показатели смертности населения от болезни и кровообращения на 20%. Вместе с этим, по данным Министерства труда и соцзащиты, наш регион вошел в число 27 субъектов страны с наибольшим ростом рождаемости в 2012 году.